В последнее время у многих коллег, знакомых, адово растет кредитная нагрузка. ЦБ повысил процентную ставку, стоимость обслуживания кредитной карточки выросла, пользуюсь льготными периодами, не погасили. Долговая яма. Что делать для того, чтобы выйти из долговой ямы? Слава богу, что у меня нет никакой долговой ямы и, в принципе, долгов. Наверное, по сегодняшним меркам это большая редкость, но это не значит, что так было всегда. То есть я тоже злоупотреблял заемными деньгами. Каким образом лично я выходил и вам могу дать определенный совет? Первое, что стоит сделать, это просто элементарно записать все кредиты в табличку. Банк, размер кредита, непогашенный остаток, процентная ставка, стоимость обслуживания, плюс ежемесячный платеж. Можете выписывать, можете вообще упростить ситуацию. Два раза в год можно бесплатно обратиться в любой банк, в косуслуги, в бюро кредитных историй. Там вам дадут список по всем кредитам, которые непосредственно есть. Приоритетными являются два кредита. Первое, самый дорогой, он у нас гасится в первую очередь. Второе, это кредит, который взят относительно недавно. Первые 50% времени в аннуитетном платеже выплачиваются проценты. То есть то, что не закрывает ваши обязательства, а то, что является маржой банков. И для того, чтобы выйти из долговой ямы, вы должны осознать для себя, где доход ростовщика. Ну то есть если вы взяли кредит, вы же его на что-то потратили. И вот была цена этой вещи, которой вы пользуетесь. И сверху, за то, что вы не смогли сразу за это заплатить, есть прибыль ростовщика. Ключевой момент, вы должны, соответственно, сегментировать эту таблицу и смотреть, где идет наибольшая прибыль ростовщика. Просто если вы брали недавно, 3-4 месяца назад, у вас будет одновременно и высокий процент служения кредита, и тело кредита практически не выплачивается. 90-95% денег платить ростовщику. И поэтому первым делом, что нужно делать, это погашать кредиты, где идет наибольшая плата страховщику. Условно, по одному у меня там платеж 15 тысяч рублей, по второму 10 тысяч рублей, по третьему 25 тысяч рублей. Смотришь такой, 25 тысяч рублей нужно платить в первую очередь, потому что ежемесячный платеж самый большой. Люди же по платежу смотрят самому большому, но при этом, если посмотреть структуру 25 тысяч рублей, там может выясниться, что 20% это выплата процентов, а 80% это закрытие тела кредита. То есть вы уже погашаете свое. И вы можете, соответственно, сделать неправильный вывод, погасить то, где наибольший платеж, чтобы уменьшить и сделать его поменьше ежемесячный. А в 10 тысячном платеже может выясниться, что 8 тысяч рублей, из которых вы платите, это погашаются проценты, а только 2 тысячи рублей это погашается тело кредита. И тогда возникает вопрос, а что вам лучше гасить? Потому что так как у вас платится 8 тысяч процентов и тело кредита только 2 тысячи выплачивается в структуре ежемесячного платежа 10 тысяч, вы кормите ростовщика. Первое правило, прекратите кормить ростовщика. Второе, сделайте конкуренцию между ростовщиками. Сейчас, наверное, не самое лучшее время, в принципе, история, которая может поработать в будущем. По мере снижения ставки для финансирования Центральным банком, стоимость кредитования тоже будет снижаться. Объединяйте дорогие кредиты. Объединяйте кредиты, в которых высокая доля ростовщика. Снижайте стоимость обслуживания кредита. То есть погашайте их, увеличивая срок платежа, чтобы ежемесячный платеж был меньше, не уменьшая абсолютную сумму платежа. Ну, условно, в месяц платили 50 тысяч по кредитам. Объединили кредиты, сделали ежемесячный платеж 30 тысяч рублей. И да, кто-то скажет, я начал кормить ростовщика, потому что вы взяли больше кредит на более длительный срок. Но при этом вы 20 тысяч рублей можете погашать тело кредита. То есть, опять-таки, вы это даже делаете для того, чтобы не кормить ростовщика. То есть, это вот основная история. Первым гасите там, где вы больше всего платите ростовщику. Потому что, чем раньше вы его погасите, тем меньше процентов будет уплачено. Потому что вы должны осознать простую вещь. Сколько вот в этом кредите вам нужно заработать больше того, что вы взяли в кредит. Потому что вам за это непосредственно нужно заплатить. Вторая история, которая помогла мне больше всего, наверное. Я за это благодарен. И сейчас тоже это использую. Но, наверное, не столько в погашении кредитов, а сколько, в принципе, вопрос по жизни. Вопрос по жизни, как может быть еще лучше, что еще возможно. Кто-то скажет, Максим, что за эзотерика? Но если вы будете задавать себе такой вопрос, каждый раз. Потому что, когда вы будете смотреть, первый вывод, который вы получите, вы скажете, какой же я ***. Ну, потому что реально пройдет осознание, сколько вы платите. Максим, вот зачем ты это сказал? Зашел в бюро кредитных историй, написал сам в себе, разочаровался, какой я придурок. Ребята, с вами все нормально. Вы находитесь в нужное время, в нужном месте, в окружении правильных людей. И вы подписаны на канал. Если еще этого нет, то обязательно подпишитесь. Второе, осуждать свои поступки, которые были сделаны в прошлом, это глупость. Вы были молоды, вы были неопытны, вам хотелось чего-то очень сильно. И вы это получили тем или иным способом. И самое главное, признать, да, это было ошибочное действие. Но не избегать его, не ругать себя, а просто задать вопрос. Я оказался в такой ситуации. Что я могу сделать для того, чтобы с легкостью, радостью погасить вот именно вот этот кредит в течение года? Деньги будут приходить и приходить достаточно легко, именно в необходимом количестве, которое позволит погашать кредит. Как это действует, к сожалению, я объяснить не могу. Это не является никакой индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Это вопрос, который, в принципе, открывает новые возможности. И в бизнесе я тоже могу привести пример. Мы поехали на корпоративный выезд на стратегическую сессию за границу. Шарм-Аль-Шейх на прямой рейсы не летали, полетели в Каир. С Каира до Шарм-Аль-Шейха трансфер был оформлен. Потому что посмотрел, ну что там ехать, 230 или 280 километров. Я это расстояние проезжаю там за 3-4 часа. Мы ехали в 8 часов. Кто ездил по Египту, он знает. Скоростная магистраль, которая каждые 2-3 километра блокпосты, которые проверяют транспорт. Половина, говорит, полетели на самолете обратно в Каир из Шарм-Аль-Шейха. Кто-то говорит, нет, трансфер уже оплачен, давайте ехать трансфером. Вот трансфер уже оплачен, давайте ехать трансфером. Это история из разряда уже уплачены, кредит взят, я буду это погашать. Когда мы пересмотрели, задались вопросом, а как может быть еще лучше? Что мы можем сделать сейчас всей командой, чтобы дать пользу этому миру, чтобы заработать столько денег, которое позволит нам в принципе отказаться всем абсолютно от наземного трансфера и всем полететь внутренними авиалиниями из Шарм-Аль-Шейха в Каир. Потому что напрямую перелета в Россию нет. В течение получаса было найдено решение, которое позволило вообще легко и непринужденно решить этот вопрос. Мало того, пока соображали там цены, постоянно росли на авиабилеты. Но тем не менее, таким образом это разрешилось. Вот такая вот история, как работать с долгами. Не кормите ростовщиков, я вас очень прошу. Разбейте, посмотрите где что. Не ругайте себя. Вы классные, вы успешные. Наметьте план, кому вы в первую очередь говорите, нет, я не буду платить такие проценты. Какие кредиты закрывайте в первую очередь. Самые дорогие в стоимости обслуживания кредитов, это кредитная карта. И запрет на кредитные карты. Через госуслуги в том числе можно это сделать. Не берите новые кредитные карточки. Потом по стоимости обслуживания идут потребительские кредиты. Третьими автокредиты и потом ипотечные кредиты. Жадность ростовщика растет пропорционально. Ну, про микрозаймы я вообще молчу. То есть, это то, что требуется в самую первую очередь платить. Знаю, что есть люди, которые говорят, доведите до банкротства. Выкупите у коллекторов со скидками, с дисконтами и погасите. На мой взгляд, друзья, это не экологично. Вы взяли, вы получили. Будьте ответственны за свои решения. Умейте признавать свои ошибки и их хорошо исправлять. Я вам в этом помогу. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи. Продолжение следует...